всем привет и добро пожаловать на канал baby tacky dolls и сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях от куклы poppy parker undercover angel ангел под прикрытие это была первая клубная кукла 2020 года предзаказ на нее начался в августе и вышла она уже в декабре кукла стоила 175 долларов так как это киф сет и ее тираж 2000 штук и так наша девочка poppy parker выросла и стала из модели настоящей теле звездой 70-х сериал с ней показывали в прайм-тайм поэтому очень быстро она стала известна во всем мире для начала покажу вам коробку коробка очень красивая мне очень нравится ее цвет цветовое решение в этой коробке и когда мы ее открываем внутри это настоящее благородное темное дерево на крышке с обратной стороны несколько изображений poppy в разных образах эта кукла идет с двумя нарядами полноценными и мы их тоже обязательно подробно посмотрим я очень долго пыталась вспомнить как зовут ту самую звезду который изображает это poppy и спасибо александр иванова который оставил вот этот комментарий потому что я бы еще несколько месяцев наверное вспоминала как же ее зовут да это прообраз известные женщины по имени фэрра фоссет фэрра фоссет это очень известная модель актриса и она была известна в 70 80-х годах и популярность пришла к ней в 76 году после очень 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 популярного плаката который изображал фэрру в красном купальнике и это самый продаваемый плакат в мире и затем фэрра фоссет из модели стала актрисой и стал еще более популярны еще более известны потому что она снялась в первом сезоне сериала ангелы чарли и конечно же мы можем видеть здесь отсылки в нашей кукле потому что ее название андерковер анжел ангел под прикрытием то есть это и есть тот самый ангел чарли и наши попе показаны нам в двух самых известных образах из этого сериала точнее выдуманного сериала да в котором снималась якобы попе и один образ это повседневный строгий и здесь несколько интересных деталей во первых это джинсы клёш очень популярные в то время джинсы именно джинсы клёш на ножках у нее туфли на танкетки золотистые туфли на пробковой танкетки тоже было очень-очень модным пиджак с рисунком гусиная лапка красная шелковая блуза синий шелковый галстук очки скромные золотистые сережки и такой бронзовый клатч под кожу ее прическа это наверное то что в первую очередь отсылает нас к фэрри фоссетт потому что если мы посмотрим как раз на этот плакат да и вообще на ее фотографии она всегда примерно с такой прической и поэтому ассоциация прям с первого взгляда и затем когда мы понимаем что это модель которая стала телезвездой какой-то шпион ангел то сразу по это становится понятно что это именно фэрри фоссетт хочу подробнее вам показать все детали вот этого наряда и для начала снимем жакет жакет полностью на подкладе на черном подкладе и здесь очень много интересных красивых деталей то есть например на грудный кармашек в которой реально можно что-то положить кармашки по бокам на клапанах и здесь такая детализация с подкладом на карманы очень маленькие красивые под дерево пуговки коричневые на самом жакете на полочке под воротником и на рукавчиках по три штучки сзади у жакета небольшой разрезик чтобы было удобнее ходить жакет классический с английским воротником и сзади воротник не двусторонний а сзади сделана именно подкладочная ткань для того чтобы он хорошо красиво лежал и это не было слишком толстым слоем и конечно же белочка интегрити toys как у всех брендированных вещей должно быть сам жакет застегивается на крючок и здесь имитация как будто бы он застегнут на пуговку давайте дальше посмотрим на джинсы джинсы из настоящей джинсовой ткани и они тоже с подкладом с таким тонким капроновым подкладом по всей длине спереди настоящие кармашки сзади тоже настоящие кармашки вообще джинсы очень реалистичные как вообще вся одежда интегрити toys на очень реалистично есть даже 5 маленький кармашек петельки продет бронзовый ремешок в цвет клатча и снимем его до конца вытаскивать не буду вот еще только с одной стороны чтобы мы могли расстегнуть джинсом они застегиваются сзади на крючки забыла снять туфли надо было сначала сделать это так джинсы внутри все полностью на капроновом подкладе чтобы нигде ничего у вас никакие нитки ни в коем случае не торчали ширинка прошита так что она действительно имитирует ширинку то есть она немножко отгибается и спереди здесь небольшая пуговка металлическая как на ширинке туфельки на пробковой подошве снизу сделано резиновая прорезиненная подошва бежевая в цвет и сами туфельки золотисто бронзового цвета клатч открывается то есть его даже можно наверное что-то положить но открывается он не сильно и примагничивается то есть внутри здесь магнит чтобы он не открывался рубашка шелковая красного цвета спереди она как будто бы на пуговках на рукавчиках тоже есть пуговки на манжетах рубашка приталенная и рукава у нее широкие присборенные на манжетах и все это застегивается на все те же самые крючки тоже их снимем снимается за одной и галстук из синей шелковой ткани это что-то вроде имитации шейного платка но сшито специально так чтобы вы могли это красиво уложить на шее куклы рубашка без подклада поэтому внутри она выглядит не очень аккуратно потому что здесь все вот эти вот припуски на швы это все видно но очень красиво прошит воротник потому что он сделан реально со стоечкой и дальше уже пришита деталь воротника очень мягкая нежная ткань приятный на ощупь и очень красивый цвет рубашка конечно страшно мнущаяся еще из-за того что ее нужно заправить джинсы нижняя часть просто вся измятая и принципе заправлять ее джинсы это то еще приключение довольно сложно сделать давайте посмотрим подробнее на саму куклу снимем с нее очки очки кстати складываются дужки можно подогнуть и у нее очень красивый нежный макияж зеленые глаза с длиннющими ресницами и коричневыми тенями коралловые щечки коралловая помада и такой же коралловый оттенок на ногтях на ручках и на ножках тело у этой поппи как у всех взрослых поппи паркер именно взрослых отличаются они ножками на ножках у подростков в стопе есть шарнир и они под обувь с плоской подошвой с маленьким каблучком у выросших же поппи вот такая ножка под высокий каблук мне очень нравится эта ножка потому что она очень похожа на ножки барби шестидесятых то есть вот этот сильный изгиб маленькие ножки у барби шестидесятых сделано точно так же еще у этой куклы довольно широкие коричневые брови и коричнево-пшеничные под цвет волос потому что цвет волос он не совсем блондинистый он такой светло-светло пшеничный конечно ее прическа на промо-фотографиях выглядит немного иначе она более реалистичный более похожий на фэру фоссет здесь же это именно просто кудри которые закручены в сторону от лица и сзади это просто кудри которые закручены внутрь но в любом случае выглядит интересно красиво я на самом деле переживаю что они развалятся со временем ну наверное можно будет их заново под закрутить то есть своих кукол переодеваю куда-нибудь вожу и они не всегда остаются с той прической которая была изначально иногда она разваливается есть у меня здесь проблема с подставкой потому что обычно штырек в подставку встает очень туго здесь же у меня штырек не держится и если вы начинаете раздвигать и двигать вот эту телескопическую трубку то она вываливается из подставки поэтому периодически все это приходится поправлять второй образ это образ вечерний вот такой блестящий капроновый комбинезон красного цвета внутри он тоже на подкладе из ковроновой сеточки и давайте его примерим и посмотрим второй аутфит в отличие от первого надевается но очень легко единственное что застегнуть все вот эти вот крючки это тоже испытание ну в общем то как всегда у интегрити toys нужно набраться терпения чтобы застегнуть все крючки на все одежды и посмотрим на аксессуары оставшиеся первые сележки здесь обычные золотистые гвоздики от первого образа от второго образа они уже конечно поинтереснее начну с туфли туфли на золотистые подошвы красные лаковые туфли на шпильке в том к ним такой же клач из красного лакового материала то есть точно такого же как туфли также в комплект входит жестовые ручки с точно таким же маникюром только длинным и здесь есть еще ряд аксессуаров это тонкая золотистая цепочка на шею массивный золотой браслет массивные сережки кольца тоже золотистые с рельефами и золотой пистолет потому что как же шпион конечно же без пистолетов мне эта кукла очень понравилась потому что я в принципе люблю выросших папе паркер больше чем подростков и она для меня ближе к линейке фэшн ройалти чем маленькие папе паркер эта кукла определенно понравится тем кто любит взрослых папе паркер кто любит фэшн ройалти потому что это очень серьезный уже взрослая дама и скорее всего не понравится тем кто любит папе паркер в их таком классическом образе девочек подросток кукла очень стильная мне нравится ее макияж и сдержанный очень такой не сказать что нюдовый но очень нежно несмотря на то что это взрослая дама да у нее нет какого-то супер яркого макияжа и мне очень нравится когда папе паркер действительно изображает каких-то известных личностей когда мы видим какие-то отсылки к культуре тех лет которых она рассказывает спасибо что посмотрели это видео если вам было интересно то подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие а